друзья всех приветствую сегодня у нас на календаре пятница последний торговый день этой недели правда неполноценный сегодня по причине страстной пятницы ряд активов не торгуется речь идет о рынке нефти и рынке драгоценных металлов ну про эти активы парочку слов мы все-таки скажем потому что это инструменты за которыми мы следим и это как раз те активы на которых мы сейчас можем возлагать большие надежды с точки зрения того что эти сделки эти идеи нам принесут хорошую прибыль да и в принципе уже приносит друзья впереди выходные как и всегда пожалуйста проведите их максимально хорошо может быть это сейчас в условиях изоляции действительно очень трудно все устали находиться в четырех стенах но друзья наверное вы и без меня прекрасно знаете что настроение на финансовых рынках она имеет очень большое значение я прекрасно понимаю что может быть вы и устали от меня тем более что в понедельник у нас с вами две встречи это на брифинге и на вебинаре правильный понедельник она очень надеюсь то что вот эта пауза в два дня ее достаточно чтобы вы перезагружались опять же от моего фейса отдыхали от него и в понедельник как ни в чем не бывало снова возвращались на площадке для анализа вместе со мной давайте поговорим о том что произошло на рынке нефти рынок нефти снижается бренд 3173 это как раз те котировки где мы закрыли неделю хорошо друзья что мы снижаемся я очень надеюсь то что на следующей неделе нас ждет интересное открытие может быть даже с мощным нисходящим гэпом и мы продолжим отрабатывать идеи именно продажа этого рынка по поводу договоренности очень много было сказано очень много было сценариев еще до того как началось заседание опека мне кажется сейчас наверное даже не уместно снова вспоминать чем мы подходили к этому заседанию какие были проблемы потому что я об этом говорил детально на прошлых брифингах сейчас просто скажу что соглашение достигнуто страны участники нового скажем энергетического альянса хотя такую формулировку еще не используют но все-таки мы давайте будем первыми согласились снизить добычу на 10 миллионов баррелей на ближайшие два месяца на май и июнь с возможностью и с фактически уже обсужденными условиями того что по истечению этого двухмесячного периода производство нефти снова начнет расти я думаю что через год-полтора а страна выйдут на те уровни которые сейчас в принципе являются угрожающими для мировой экономики с точки зрения роста избыточного предложения в этой сделке не участвует а сша то есть они смогли продащить идею того что из-за резкого снижения цен на нефть и так производство нефти снижается саудовская аравия тоже очень интересная позиция мы о ней также говорили что они снизят добычу до уровней друзья которые были характерны для действия прошлого энергетического пакта то есть фактически то что они увеличили по добыче насколько они увеличили за последние три недели вот на это они и уберут предложение со своей стороны и большой процент вот этого обязательства по сокращению он будет приходиться конечно же как мы и допускали на российскую экономику очень много было споров по поводу того сколько мексика на себя возьмет и из-за этого даже немножко продлили именно сам факт подведения итогов заседания считалось что мексика сократить добычу на 400 тысяч но вот насколько я доверяю источникам информации с которыми мне удалось познакомиться буквально перед брифингом мексика снизит добычу на 100 тысяч баррель то есть в четыре раза меньше чем планировалось теперь самое главное друзья 10 миллионов баррелей это мало я отмечал почему потому что на текущий момент спрос на нефть снизился больше чем на 25 миллионов баррель я допускаю что реальный показатель еще хуже поэтому у меня нет вопросов к тому что рынок все-таки разгрузили под конец торговой сессии потому что все наверное рассчитывали на какое-то более прорывное более агрессивное снижение со стороны участников этой сделки этого агрессивного снижения не последовало соответственно проблема на рынке нефти остались прежними друзья ждем дальнейшего снижения будет я уверен много информации за выходные я с вами обязательно поделюсь и недельником евро против доллара 109 40 европейская валюта меня честно говоря удивляет сейчас как и весь риск удивляет почему потому что риск и трейдеры которые стоят за активными покупками риска поверили в то что американцы смогли найти лекарства того что происходит сейчас мировой экономике от нового финансово-экономического кризиса и я снова сделаю акцент на то что это не просто финансовый кризис это кризис общественного здравоохранения и решили что это лекарство день как вы знаете вчера как гром среди ясного неба выступила решение федрезерва выделить в качестве дополнительного транша финансовой помощи экономики еще 2 и 3 триллиона долларов это колоссальная сумма это прецедента такого формата о помощи с учетом того что буквально ранее скажем правительство согласовала помощь на 2 и 1 триллион прецедентов друзья нету балансом только за последний мне кажется месяц а федрезерва вырос больше чем на 6 триллионов долларов и конечно же если посмотреть на динамику доллара логично было в связи с этим предположить что американская валюта должна ослабеть и действительно в динамике доллара мы увидели эту слабость но я пожалуй их может быть один из немногих трейдеров кто остался на финансовых рынках все-таки руководствуясь опытом последних финансовых кризисов я не буду спорить с тем что настолько мощных денежных инъекций и не правительство сша не федрезерв никогда еще не делали но я уверен с учетом того что печатный станок находится только в сша с учетом того что доллар это резервная валюта исходя из ее статуса а сам факт скажем инфляции которые пытаются навязать через вот этот колоссальный денежный объем ликвидности которые поступают на рынок и инфляция которая сейчас как основной аргумент слабости доллара эта инфляция друзья мы не увидим потому что из-за того что доллар это резервная валюта из-за того что только у фрс в мире есть печатный станок эта инфляция будет размазываться по всему земному шару поэтому я не вижу никаких рисков инфляции сегодня друзья очень важно выйдет отчет в 15 30 по московскому времени по индексу потребительских цен а сша эта статистика уже мартовская поэтому можем сказать что последние стимулы они в определенном формате уже должны быть учтены в статистике и по идее если ставка трейдеров которые считают что из-за колоссального роста денежной массы доллар обречен на снижение сегодня по индексу потребительских цен должна выйти цифра в несколько раз превосходящее опять же значение позапрошлого месяца то есть сегодня мы должны увидеть резкий всплеск инфляции но посмотрите на ожидание инфляция сегодня по прогнозу будет скажем в довольно сдержанном уровне 1 и 6 процента с 2 и 3 поэтому на мой взгляд ставка которую сейчас делают трейдеры пытаясь выйти из доллара виде вот эти очевидные риски эта ставка не совсем оправдана с точки зрения именно долгосрочных посылов и взглядов того как доллар поведет себя впоследствии из-за финансово-экономического кризиса я прекрасно помню 2008 год я прекрасно помню никак непосредственно свидетеля как человек который анализировал прецеденты именно экономических потрясений раньше я знаю что самый лучший актив всегда этим активом оставался доллар за скажем последние 20-30 лет ничего не изменилось друзья поэтому я изначально поставил на то что доллар будет основным активом именно в моем портфеле я буду продолжать делать на него ставку и собственно на основании ожидания укрепления доллара будут также ставить на ослабление рисковых активов поэтому по евро доллару 109 40 вообще было странно то что европейская валюта выросла особенно после того как скажем власти еврозоны согласовали свой пакет экономических стимулов на 1 триллион евро то есть и такой же пакет ранее обвалил курс доллара при этом европейская валюта осталась к нему не восприимчиво учитывая то что объемы для еврозоны 1 триллион евро это колоссальный объем это еще раз доказывает то что рынку сейчас плевать вообще на весь фон который возможно происходит регионально поскольку балом правит американская валюта здесь идет на мой взгляд очевидное заблуждение и нежелание все-таки высмотреть долгосрочные перспективы этого актива ставя на предсказуемое и крайне простое в плане объяснения сейчас его снижение думаю что эта тенденция друзья очень скоро изменится я в этом абсолютно уверен поэтому по евро доллару я сохраняю короткую позицию по фунту тоже у меня короткая позиция сейчас стоп лосс по сделке стоит на отметке 1 25 но если его выбить друзья я не буду разворачиваться я буду искать все уровни для повторных продаж и этими уровнями с вами буду делиться поэтому сегодня хотелось бы остановиться как я уже это сделал на нефтянке на том что произошло сам собственно долларом и отметить еще два актива золото которое также не котируется но золото пока что действует в том ключе которое нам нужно золото растет и мы уже были в одном шаге от нашей цели 1700 долларов за тройскую чуть чуть не дотянули но уверен дотянем биткойн немного корректируется друзья но я думаю что с учетом восходящей динамики которая сохраняется за золотом а биткойн как еще один неинфляционный актив также сможет вытащить сам себя благодаря своим свойствам то есть здесь тоже держим длинные оппозиции на этом все большое всем спасибо за внимание хороших выходных увидимся понедельник